Ну, вот мы и прилетели из Вьетнама. Только захлопали в ладоши, как услышали приказ командира, эвакуация. На борту с тремя сотнями пассажиров паника. Хватали не ручку аварийного выхода, а ручную кладь. Бортпроводники буквально силой выталкивали людей на выход, вспоминают пассажиры. Автомоборация, эвакуация, слово. Я вообще ничего не понял, прям эвакуация, и все как ломанулись. Представляете? И получилось, там, да, с детьми, там, началась такая давка, там, люди все боятся. Потом на несколько секунд свет потух в салоне. Страх был в том, что сгорит жаживо, потому что дымом запаху уже, это же пластмасса, уже ядовитый, мало, что-то там понятно. И боятся, что не успеют выйти. Уже известно, что пилот пытался посадить Боинг дважды. После первой попытки снова ушел на круг. На повторной посадке загорелось шасси с правой стороны. В итоге жесткая посадка и экстренная эвакуация по надувным трапам. Пилот сказал, что все нормально, мы приземлились, и буквально через несколько секунд началась паника. То есть с носа побежали в хвост люди, потом они побежали резко опять в нос. Пассажиры? Да, пассажиры, пассажиры. Потом обратно в хвост. В общем, там, получается, в разные стороны они начали двигаться, потому что не понимали, куда нужно эвакуироваться. Некоторые эвакуационные выходы были заблокированы. Позже на оперативном совещании в правительстве края директор Барнаульского аэропорта Виталий Архипенко подтвердил правильность действий командира воздушного судна. Потому что непонятно было, куда этот пожар может вылезти. Шасси находится под центропланом. А центропланы и крыло – это, собственно говоря, емкости топлива. Остаток при посадке, думаю, 767-го, тонн 10 там есть. На 767-м надувные трапы довольно широкие, и их покрытие такое довольно скользкое. Уж так конструктивно выполнено, с чем связано наличие 49-ти обратившихся с ссадинами, с ушибами рук, ног. ЧП произошло в 21 час 21 минуту. К месту происшествия оперативно стянулись все силы Барнаульского аэропорта, прибыли спасатели бригады скорой помощи. Пожар потушили за 8 минут. В основном это ушибы. В двух случаях это переломы, которые потребовали амбулаторного оказания помощи и последующего лечения. Один человек госпитализирован на сегодняшний день в первую городскую больницу с переломом позвоночника. А между прочим, компания, которой принадлежит Boeing, Azure Air, популярный российский авиаперевозчик у туристов, осуществляет чартерные рейсы. И туристы неоднократно жаловались на ее работу. Аварийная посадка Boeing от компании Azure Air взорвала сети. Люди пишут гневные посты в комментариях. Вот, например, после нашей жесткой посадки в июне этого года Анталия-Барнау стала опасаться самолетов, ибо было страшно. Не люблю я Azure Air, когда на их самолетах летаешь, всегда страшно. Знаете, я тоже летала этой же авиакомпанией. В мае этого года тогда все прошло гладко, посадка была мягкая. Но, как говорится, раз на раз не приходится. Расследовать и устанавливать причины авиационного происшествия будет специальная комиссия. Она уже создана, а пока летчики выдвигают все возможные причины. Я думаю, может быть, это произошло из-за того, что он был, в принципе, изношен, либо что-то ему помогло. Ну, на полосе там что-то лежало. Может произойти, значит, воспламенение стойки из-за того, что был очень большой тормозной путь. Ну, представьте, скорость 200 км в час. Пока это только версии. Кстати, специалисты говорят, пассажирам повезло, все могло закончиться гораздо хуже. Ведь шасси могло и оторваться, и отлететь в топливный бак. И закончиться все могло, как в Шереметьево. А так большинство пассажиров отделались испугом и простояли на паспортном контроле дольше обычного. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.